В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Особый противопожарный режим. О правилах поведения в лесу и на даче. Марш парков. У пруда Борового высадили кустарники Барбариса. Фрейм Страйксперт. В Сарове прошли соревнования по боулингу. Далее расскажем обо всем подробно. На территории Нижегородской области введен особый противопожарный режим. Согласно постановлению правительства региона, с этого момента запрещается разводить костры в лесу и использовать приспособления для приготовления пищи на углях. Настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности при обращении с огнеопасными предметами. Любое, даже самое минимальное возгорание в лесном массиве может привести к печальным последствиям. Сухая трава и ветки воспламеняются в считанные минуты. Именно поэтому после того, как с территории лесопарковых зон полностью сходят талые воды, устанавливается особый противопожарный режим. Жителям рекомендую все-таки воздержаться от разведения костров, проведения каких-либо пожароопасных работ, запускания всевозможных каких-то летательных аппаратов, связанных с огнем. Лесные пожары бывают двух типов. Низовые, когда загорается сухая трава и подлесок, небольшие кустарники и маленькие деревья. Справиться с таким пожаром значительно проще, чем с верховым. Последний опасен своим распространением на соседние кроны сухих или хвойных деревьев. Их раздувает очень сильный ветер. Они бывают в ветреную погоду и, соответственно, в четвертый и пятый класс пожарной опасности, который устанавливают в лесах. Полный запрет на посещение лесов наступит, если спасатели установят четвертый или пятый класс пожарной опасности. Несмотря на то, что до знойных засушливых летних дней еще далеко рекомендуется не бросать в лесу или на обочине дорог окурки. И помнить о правилах пожарной безопасности, находясь на дачных участках. А именно убирать от сухой травы, валежника. И все это делать в весенне-летний период до наступления сухой жаркой погоды. В период действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил посещения лесов увеличиваются вдвое. Административная ответственность варьируется от 2 до 4 тысяч рублей. Дарят Соборыгин, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В конце апреля отмечается праздник всех тех, кто служит и служил в спецчастях внутренних войск и Росгвардии. День воинских частей по охране важных государственных объектов берет свое начало в первые послевоенные годы. Именно в то время на территории нашего государства началась разработка ядерного оружия. Специальные войска обеспечивают безопасность секретных предприятий и пресекают попытки незаконного проникновения на эти объекты. На торжественном митинге, посвященном профессиональному празднику в Саровской дивизии, побывала наша съемочная группа. Сотрудников Росгвардии учат не только защищать Родину с оружием в руках, но и оказывать помощь в экстренных ситуациях. Младший сержант Дмитрий Богатырев по пути на службу остановился и помог пострадавшим в аварии. Возможно, его профессиональные действия спасли людям жизни. Сам военнослужащий говорит, что на его месте так поступил бы каждый. Я считаю, что служба – это не только выполнение обязанностей, какого-то долга служеб, не только это рабочее время, но и нужно себя правильно повести в ситуациях, в быту, в жизни. На торжественном митинге, посвященном Дню воинских частей по охране важных государственных объектов, Дмитрий Богатырев и других военнослужащих наградили за добросовестное исполнение обязанностей. Им вручили памятные подарки с символикой Саровского соединения и очередные воинские звания. С поздравлениями к личному составу воинских частей обратились руководители города и отметили важность и значимость работы сотрудников Росгвардии по охране ядерного центра. Вы выполняете серьезную задачу, которая видна нам здесь в городе всем и все с большим пониманием относятся к ее важности. Я желаю всему личному составу крепкого здоровья, благополучия вам, вашим близким. Председатель ветеранской организации войсковой части 3274 отметил, что в Саровской дивизии чтят воинские традиции и опираются на опыт своих предшественников. А это значит, что рубежи города и ядерного центра находятся под надежды охраны. И мы надеемся, что вы, будучи преемниками наших ветеранов, успешно выполните те поставленные задачи, которые поставлены вам присягой, приказами старших начальников. И внесете свой большой вклад в укрепление нашего соединения и внесение славных боевых традиций. С праздником вас! Специальные части ведут свою историю с послевоенных лет, когда Советский Союз начал восстанавливать обороноспособности и создавать ядерное оружие. И вот уже 73 года воинские части по охране важных государственных объектов стоят на страже в секретных предприятиях. Елена Грецко, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. В 160 саровчан приняли участие в благотворительной акции и получили поддержку фонда «Память поколений». В этом году помощь оказана участникам Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов. Практически 6,5 миллионов рублей были потрачены на покупку средств реабилитации. Прием заявок на участие в аналогичной программе поддержки на 2020 год начнется в январе. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России пройдет акция «На работу на велосипеде». Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо выполнить три простых действия. В этот день на работу отправиться на велосипеде, сделать селфи по дороге и разместить его на своей странице с хэштегом «На работу на велосипеде». Департамент образования предлагает родителям саровских школьников оценить качество предоставляемых учебными организациями услуг. Анонимный онлайн-опрос можно пройти на официальном сайте ведомства. Он включает в себя 23 пункта. Родители могут оценить справедливость педагогов, качество преподавания, заботу о здоровье учащихся и ряд других показателей. Ежегодно осенью и весной в Сарове проходят акции по благоустройству улиц, общественных территорий и зон отдыха гаража. Представители организации, предприятий и образовательных учреждений очищают город от мусора, сажают деревья, внося тем самым в свой вклад создание привлекательного облика Сарова. Студенты Саровского политехникума и ученики школ высадили кустарники барбариса в районе пруда Борового. Барбарис – популярное и неприхотливое растение. Оно хорошо переносит и зимние холода, и летнюю жару. Несколько десятков кустарников барбариса будут отделять территорию отдыха на пруду Боровом от оживленной автомобильной дороги. В акции по высадке живой изгороди приняли участие саровские школьники и студенты. Захотел помочь общественности, приобщаюсь сам к этому. Наши ребята молодцы, что пришли. Люди смогут отдохнуть около озера, не смотреть на грязную дорогу. Со студентом второго курса Саровского политеха Артемом Вшивковым согласится и Данила Латкин. На акцию по посадке деревьев ребята из 14-й школы пришли практически всем классом. Юноши и девушки дружно выкапывают лунки, размещают в них саженцы и обильно поливают будущие кустарники водой. Как настоящий мужчина я должен был посадить дерево, и это дерево будет радовать жителей нашего города. Я считаю, что субботники – это полезное дело, и каждый саровчанин должен нести вклад в благоустройство этого города. Для Арины Катиной понятие заботы об окружающей среде – не пустой звук. Старшеклассница считает, что посаженные совместными усилиями кустарники «Барбариса» будут радовать глаз прохожих и избавят отдыхающих на набережной от вредных выхлопных газов. Это для экологии полезно. Эти кусты, они как бы помогают отгородить дорогу от зоны отдыха, и то есть мы сможем сюда приходить гулять. Акции по посадке деревьев проходят в городе ежегодно в рамках городских субботников. Это один из этапов подготовки зоны отдыха на пруду Боровом к летнему сезону. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Участники образцового коллектива «Горница» детской школы искусств номер 2 победили на 4-м всероссийском грантовом конкурсе «Одаренные дети России», который проходил в Санкт-Петербурге. Двое юных солистов стали лауретами 1-й и 2-й степени. Преподаватель ДШИ номер 2 Ирина Оськина отмечена за развитие творческого потенциала и подготовку участников конкурса. Подробности далее. Три года назад родители привели Дениса Савельева в детскую школу искусств номер 2, где он стал участником коллектива «Горница». С тех пор мальчик неоднократно занимал вторые и третьи места на различных фестивалях. Первую безоговорочную победу Денис одержал на конкурсе «Одаренные дети России». Для выступления мальчик выбрал песню «Конь» группы «Любе». В этой песне рассказывается про нашу Родину, про красоту в ней. Пой, бодрявый лед, пой о том, как я в Россию влюблен. Еще одна участница «Горница» Екатерина Строкова на конкурсе «Одаренные дети России» стала лауреатом второй степени. Девочка занимается вокалом 6-й год, выступает как в ансамбле, так и сольно. Нравится и соло, и ансамбль. В ансамбле вы все дружны вместе, а соло ты показываешь себя именно. И, может, в дальнейшем ты станешь очень хорошим человеком в этой профессии. К выступлению на конкурсе и Денис, и Катя начали готовиться задолго до поездки. Выбрать песни, проработать все нюансы их исполнения ребятам помогала руководитель Ирина Оськина. Работа продолжилась и после выступления. Мы намечаем свои уже новые какие-то задачи, чтобы дальше идти и развиваться. Самое главное – конкурсы, это тире, как я говорю, это развитие. Сейчас ребята занимаются подготовкой к выступлению на концерте ко Дню Победы и репетируют песни для участия во Всероссийском фестивале «Зеленые святки». Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». В Сарове теперь есть федерация боулинга. Три месяца назад горожане, увлеченные этой игрой, решили объединить спортсменов-любителей под эгитой федерации. Бойлеры проводят турниры, берут уроки у именитых спортсменов и помогают новичкам освоить навыки боулинга. Очередные соревнования они провели для сотрудников ядерного центра. «Фрейм-страйк-спер» – это спортивные термины, все чаще можно услышать от саровчан. Игра в боулинг набирает популярность среди жителей нашего города. В феврале этого года в Сарове создали федерацию боулинга, чтобы объединить людей, увлеченных этой игрой. Мы решили образовать федерацию единомышленники. Мы здесь с ребятами играли-играли, думаю, надо это как-то под контроль. Да и тем более мы постоянно организовываем турниры, как-то это, думаю, повышать свой уровень. Поэтому решили обрести форму, создали федерацию. В рамках федерации спортсмены проводят различные тематические турниры. Первые соревнования под названием «Шаролет» провели в начале апреля и посвятили Дню космонавтики. Руководители федерации отметили активность игроков и решили повышать свое мастерство на выездных мастер-классах. Мы ездим в город Нижний Новгород, там есть тренеры, специалисты, которые помогают нам с образованием, в том плане рассказывать, что это такое, как это все делать правильно, помогать нам с амуницией, потому что у некоторых уже игроков появились личные шары, личные тапочки, обувь специальная. Для сотрудников конструкторского бюро номер 12 федерация организовала специальный турнир дюжина. Обязательным условием было собрать на состязание 12 команд. И они собрались. Каток, Пионеры, Ядрёный Вош, Супер Марио. Среди десятка замысловатых названий своей красотой и очарованием выделяла и женская команда «Незабудки». Зоя Ефремова стала участницей турнира «Случайно». Организаторы турнира решили, что должна быть женская команда. Меня пригласила подруга, и я согласилась. Для Зои это первое участие в турнире. До этого она играла в боулинг только в компании друзей. Так что навыки точного сбивания кеглей шарами у нее есть. Женщину не смущала большая конкуренция. Своим оптимизмом она заразила своих коллег по команде и выделила главный секрет успешного выступления. Хорошее настроение, уверенность в себе, ну и желание победить. Хорошее настроение не оставляло участниц турнира даже во время досадных промахов, когда шар предательски соскальзывал в жёлоб. Каждый страйк дамы встречали бурным ликованием. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, САРО, 24. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите историю тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах «Канал-16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. О Великой Отечественной войне Прасковья Филипповна Ломовская рассказывает редко и неохотно, не упоминая каких-либо деталей. Когда началась война, ей было всего 12 лет. В Мордовии, село Пурдышки. Когда-то было районное село, сейчас уже нет. Шесть классов я окончила, всех взяли на фронт. В 13 лет Прасковья устроилась на работу охранником в Раяно, чтобы прокормить больную мать, братьев и сестер. Как рассказывает женщина, работать приходилось в основном по ночам. Было очень страшно. Иногда убегала ночью. Прибегу к матери, говорю, там думовой вопит на потолке. Она говорит, нет, нет, это кошки там, туда-сюда. И мне приходилось опять возвращаться туда. В период 41-й по 45-й год питаться семье приходилось ягодами и грибами, иногда даже обычной травой. Их Прасковья Филипповна собирала в лесу. Как вспоминает женщина, прежде чем пойти в лес, она тщательно исследовала территорию, чтобы не встретиться с немцами. Жизнь была очень тяжелой. Я даже детям своим не рассказываю, как мне тяжело. Вот такую жизнь прожить. Не пожелать бы никому, вот, молодежи, чтобы жизнь ценили. После войны Прасковья Филипповна вышла замуж, переехала в наш город. На протяжении нескольких лет работала в Федеральном ядерном центре. Сегодня она находится на заслуженном отдыхе.